всем привет сегодня суббота готовим впрок сегодня буду готовить тушенку мое любимое блюдо потому что тушенка почти всему голова из нее можно борщ быстро лов на ваше усмотрение все что угодно поехали чтобы приготовить вкусную тушенку самое главное хорошее мясо мне сегодня повезло я купил хорошую говядину это брискет понадобится такая вот хорошая кастрюля с толстым дном соль перец лук и лавровый лист я нарезаю мясо крупными кусками примерно 3 на 5 сантиметров мясо лучше обжарить на большом огне чтобы она запечаталась и дала свой аромат масло я использую авокадо очень полезно хорошее масло для здоровья вот так оно шипит огонь большой издает очень вкусный аромат потому что мясо хорошего качества вот в общем то мясо у меня схватилась какое-то прижаривать где-то еще сок то есть ни в коем случае не солим никаких специев не добавляем чтобы сохранить нежность мяса и аромат все это высыпаю в кастрюльку а в это время у меня вторая сковородка жарится будет 3 4 чтобы сэкономить время и сохранить аромат и сок пока у меня обжаривается мясо я продолжаю нарезать в общем время зря не теряю вот такие вот дела на 7 килограмм мяса я использую 2 килограмма лука можно больше по вкусу лук ничего не испортит можно немножко меньше больше как резать лук принципиально неважно я режу продольными полукольцами лук тоже обжариваю на сильном огне на том масле и жирке который остался в сковородке от мяса вот у меня два килограмма лука жаривают легкого цвета карамель не сильно обжариваю сверху кинул 5 листиков лавров лаврушки и примерно 20 горошин черного перца 4 штучки ароматного перца одну гвоздичку мясо и лук все это отдохнуло успокоилась весь сок и жир опустился вниз теперь я это все поставлю на плиту на самый маленький огонь температура содержимого у меня не должно никогда подниматься выше 100 градусов булькнуть может но кипеть не должно ни в коем случае и все это накрываем крышечкой крышка должна прилегать плотно чтобы никакая влага не проходила так как крышка была не герметичная и с дырочкой то я накрыл фольгой и сделал какую-то падину чтобы вся влага весь пар который будет подниматься от мяса лука и прочего оседал обратно назад прошло два часа значит мясо пустила свой сок она стала мягче ароматный уже запахло специями вот в этот момент я уже могу положить соль потому что она не даст того эффекта чтобы сделать мясо жестким грубым соль я добавляю одну столовую ложку с горкой вот если мне нужно будет потом больше то я добавлю по вкусу вообще большое преимущество варить тушенку в кастрюле потому что можно регулировать и вкус и специи на мое усмотрение или на ваше усмотрение еще хочу обращать ваше внимание на то что видите она не кипит то есть есть бульки редкие бульки но она не кипит тушенки можно готовить разные готовить тушенку специально для плова туда добавляются отдельные ингредиенты не потом у вас приходят гости хоп а у вас за 20 минут плов в рисоварке об этом будет еще одно видео вот так же тушенку можно делать для мексиканского блюда барбакова и многое многое другое следите за каналом ставьте лайки вот такая тушеночка через пять часов пять с половиной сейчас будем разливать баночкам я приготовил 8 банок стерилизовать их не надо так как тушенка горячая но и потом еще в закрытом виде пройдем термообработку а вот у меня получилось 6 банок и еще такая вот тарелочка все это остынет и будет стоять очень долго даже в обыкновенном шкафу не обязательно в холодильнике но если в холодильнике это вообще может стоять всю жизнь в общем не надо чтобы стояла кушать и здоровья приятного аппетита не забывайте ставить лайки если понравилось подписывайтесь